Мир вам, Игнатий. С миром, что-то не видно вас. Секунду. Вот, теперь видно, хорошо. Мы предупреждаем всех, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Погромче говорите, там, поставьте. Нет, не против. Хорошо, что-то так слабо слышно. А ну-ка еще раз. Хорошо. Нет, нет. Да, слушаю, говорите, пожалуйста. Я по поводу крещения, по поводу принятия крещения, я хочу к вам летом поехать. Хорошо. И если будет воля Божия принять, у вас крещение потеряет. Мы готовы принять. Да. Только я читал на сайте, во свете Библии, значит, примерные вопросы, которые будут задаваемы, крещаемы. Ну да. И там есть такой вопрос, обещаешь ли ты повиноваться своему духовному отцу, советоваться с ним? Это у нас вот, да, это мы, я вел занятия в университете, так все осталось. Если бы были рядом, пожелайте, там, у батюшки советоваться, это на пользу человека. Что не так, что крещение принял и поплыл куда хотел, чтобы он любой вопрос мог разрешить. Это так всегда делалось. А здесь, можете не писать это, не писать совсем. Вы просто пройди это мимо, это и все. Мы ответ это все равно даем. Не так, что человек уехал, и мы бы с ним расстались. Вот. Пишут люди, отвечаем на все вопросы. Вот вчера Ярош зашел, он был, и там нашел какого-то в 17 веке еретика, где, сказать, Бог открывается каждому по-своему, никаких святых отцов не надо. Ну, я говорю, и что получится? В одной Америке сегодня больше, чем 21 тысяча разных наименований, как говорят динаминации. Тысяч! Сатана дробит им все. Почему? Потому что православие это та церковь, которая была основана Христом. Хотя не в таком виде. Никаких литургий тогда не было, соборов не было. Но осталось то, что рукоположение должно быть, а сектанты его не имеют. От апостольских времен хератония, чтобы соблюдалось. Да, я это понимаю, конечно. Ну, да. Еще вопросы есть. А мне поручители нужны, значит? Обязательно. Желательно, очень желательно. Вы поближе познакомьтесь с Игорем Владимировичем Добуновым. Может, понравится он вам? Он не будет за углом шептать. Он много знает. Искренний брат. Скажи, я вот приеду, чтобы к тебе обращаться. Вот я вас знаю сколько. Я могу быть поручителем. Желательно два поручителя. Что человека знаем. Тут без обмана проверено. А мы уже сколько с вами знакомы-то? Уже не два дня. Ну, это все по закону. Так всегда было в церкви. А так как люди с улицы приходят, ничего не знают. И лишь бы только там принять. А что принять? Войны оценистки об этом пишут. Данил Сысоев не раз говорил. Крещения-то нету. Нету. Вот это обливание или кропление, это совершенно не христового дела. И при том причины этому никакие, говорит, нет сегодня. Оно леность. Безумие. Проклятие Божие. Еремея 48-10. Вот так. Это надо, желательно. Ну, вот были у нас, которые были. Они не рядом. Они не спрашивают, я не лезу никогда. А если спросят, вы у меня как поручитель. Ну, я вижу, что человек стоит. Я еще буду трогать. Ну, обращаю внимание, материалы сбрасываю, чтобы у человека полнота была. Вот сегодня только у меня по полному комплекту в разные концы идет. В Белоруссию и здесь. Полный комплект. Это 38 томов, которые у меня были, плюс 4-х томных проповедей в стихах. Ну, вот уже все скомпоновали. Теперь надо только на почту. На почту отъездить. И еще, я говорю, ты пишешь. У меня, наверное, общей массой не получится ехать в потеряевку на крещение в это лето. Как-то одному придется добираться, это видимо. Я не знаю. А почему никак? 7 июля. Ну, да. 7 июля. Я, если получится, возьму отпуск с 1 по 14. Ну, хорошо. И лучше всего, если вместе поедет. А никого нет, так найдешь. Мы дадим телефон барнаульский. И сразу с аэропорта, если на самолете. А если на поезде, так тут просто с вокзала. Значит, ты знаешь, отец Тихонович, я в Средане еду на Барнаул, получается так, да? А из Барнаулов потеряли. Нет. Надо спросить у батюшки, какой поезд, чтобы сразу до потеряевки. Вы билет пока никак не берите. Вы отца Акима позвоните ему, он вам даст телефон. Я могу дать даже. И спросите. Они меняют иногда. Потому что все, лето начинается, у них график меняется. Вы слезете, разъезд под стёб на от нас 4 километра. Ну, и встретят на машине. А из Барнаула тут часто бывает такси нанимают. Или как вам? Зачем это расход? Да это время много. Вот Москва идёт, она как раз через нас идёт. Остановки не было. Мы тут обращались в Министерство путей сообщения. Сделали сейчас. Я вам скину эти телефоны, чтобы сразу у батюшки расспросили. Отец Аким знает. А я-то не езжу. Я понял. То есть с отцом и Акимом у меня скинувается. Да, я телефон сброшу. Сейчас вот. И всё на этом. Вот всё с собой есть. Что брать? Надо, как одеяние белое. Бывает из простыни или как. Приедет тут. Ну, раньше были тут партнеры. Сейчас не знаю, есть или нет. Ну, вроде халата. Халата. Человек выходит и после этого переодевается уже в своё одеяние. Ну, вот так. Мы сейчас готовим материал большой. Проповеди во свете Святой Библии. Столько труда. Это тут не знаю. Ведь я занимаюсь. Сейчас взял 123 занятия, которые я провел по Теряевке. По тематике. Допустим, была буря. Так и называется буря. Там человек приехал, как это, встреча или семья. Это где-то, я не знаю, сколько будет. Ну, 1200 страниц примерно или 1300. Я сегодня подсчёт произвёл. И получается в этих проповеди, 123 проповеди. Я обращаюсь к Библии. Большие пакеты порвожу. 4682 раза. Столько раз тексты из Библии взяты. Тут никто никогда не опровергнет ничего. Если, конечно, верующий. А так махнул рукой, да пошёл мимо. Ещё, Игорь Геннадий Тихонович, вопрос есть. Давай. В восьмом пункте примерных вопросов к оглашенным есть такой вопрос. Обещаешь ли ты соблюдать устав общины? Но это, наверное, для тех, кто будет вступать в общину. Да, который наш. Я говорю, которые в университет ходили. Мы тогда выдавали им свидетельства и прочее. Устав он у нас просчитаешь и где-то у себя введёшь, сфотографируешь и всё. Тем более в книге, для слова Божия, нет устав, там он есть устав. Вот как, если устав говорит, то нельзя, там что-то можно. Это очень хорошо. Да, хорошая дисциплина. У нас нет такой, чтобы человек безответно не был, допустим, два раза на воскресное. Дай объяснительную напиши, почему не был, тебе помогут. Почему? Канон нарушил. Канон нарушил. Всё это для того... Но это касается только тех, кто будет вступать в общину, да, я так понял? Ну да, ну да. Вы для себя просто возьмёте, держать всё это, где возможность есть. Где человек уехал, он тоже старается делать. Он здесь был, но и уехал он, остался человек-то тот же самый. У нас уехали, которые там бывают во Францию, в Германию, в Грецию. И они там, интересно, в Грецию, она пришла, отец Григорий, я вот десятину принесла. Что? Десятину, он не поймёт даже. Да зачем мне? Ему торговля нужна. С торговлей он там сотни раз больше будет. А как бабки-то, десятина-то, что она значит? А вот как раз Слово Божие об этом говорит. Если десятину человек не платит, он ворует у Бога. Вы обкрадываете меня, говорит Господь. Не потому, что ты жадный, а потому, что она тебе не принадлежит. Господь её приложил незаработанную. Её надо вернуть. Ну, на книги у нас, которые присылают, десятину можно, можно, но только на эти деньги получите и книги, и книги подарите священникам. Вот так. У нас вот к Истину Православию вышел, третье издание. Не можем дождаться. Поездом отправили, а это Можайск, прямо это Москвы рядом. И вот дошёл поезд, ну, там вагон, видимо, гонят. До Новосибирска. А сюда вот эта погода у нас тут, сильный мороз ударил, 32 градуса. Ну, ждём на той неделе тогда. Ну, сегодня пока вторым изданием 38 томов и проповедь в стихах. Четырёхтомник. Сразу в два места отправляем. Один в Белоруссию, а другой где-то под Москвой. Так вот, всё. А, Игнатий Тихонович, ещё вопрос такой есть. Там в этих же вопросах есть такой пункт. Обещаешь ли ты оставаться членом Русской Православной Свободной Церкви? Что это за Свободная Церковь? Ну, зарубежная, зарубежная она так называлась. А белая мигрантская, которая оказалась за рубежом. Там около пяти миллионов-то там было. Это у нас старое осталось, мы так и оставили всё. Мы-то не перешли туда. То есть, в то время это всё было на месте стояло. Люди, которые уходили в православие, вот это открытое патриархия, они все ушли никуда. Никакого наблюдения нету, собраний нету, ничего нету. Ну и всё. Раз до два где-то споткнулся и упал, и его нету. Ну, нас за этим смотрят. Помогаем всё друг другу. Вот здесь сколько вопросов задают. Я другой раз до обеда только почту разбираю. Вот мы нашли на ваши ресурсы, и Господь дал нам понять. Мы обратились. Одна пишет, вот какая-то у неё тётя или что-то, она ничего не помнит. Если вывезти, она не знает, как звать, куда идти. Но когда приезжает её там сестра, они в карты играют. Она всегда обыгрывает. Почему? Потому что карта запрещена от дьявола. Она одержима, я говорю, злым духом. Он отнимает от неё всё, а играть в карты он и играет с ней. Карты... Вот у нас отец был такой, он слабенько верующий. Вот. Но говорил, не воруй, в карты не играй, узнаю, башку отшибу. В карты не играй. Он когда-то где-то работал на торфяных разработках, и люди проигрывались, и к утру он уже мёртвый лежит. Заплатить нечем. Ну, и мы это знаем, и у нас этого нету, чтобы... Ты, верующий, зачем же это? Я в шахматы играл, там, кандидата-мастера на этом уровне. Всё это брошено, не касается. Прославлять Бога, времени мало остаётся. Я вот сейчас только проповедь говорил. Третья проповедь на Марка 16, глава 15 стих. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Сегодня я говорил о том, кто проповедники, где мы их увидим. Вот, сладость. День передаёт речь, и ночь носит знания. Вот они, проповедники-то где. Творение Божие. А люди, которые вокруг нас, они у нас разбиваются на 24 категории. Первая категория, которая говорит, Бога нет. Как я с Ним должен беседовать? Какими местами Писания? Второй говорит, ну, Бог есть. Откуда мы знаем, что Он как? То есть, Библию не признаёт. Как с Ним беседовать? А я пробовал, да и у меня ничего не получается. Нет. То есть, разные-разные люди. И как с Ними беседовать? Это у нас, сказано, в четвёртом томе указано. Ну, вот я коснулся. Завтра я буду говорить, где проповедовать? Где на это указать? Знали ли апостолы? Где их ждут? Где нельзя? Это всё вопросы. А тот, сколько он верующий, я говорю, а кто у тебя пришёл? Да кто, никого нету. А вот у меня выступил доктор богословия, ну, православный, патриархийный, так говорит. К Игнатию по-разному относятся. Но тысячи людей пришли в православную церковь, через его проповедь, благовестие. Вы их куда денете? Господь это делает. Это я когда рассказываю, когда сидел в тюрьме, и сколько людей покаялось, как мы молились, как отсаживали. Я с кем разговаривал, которые имеют опыт, уже там отбывали. Ничего подобного не было. А у меня день разбитый на 5-6 был примерно. Я вставал всегда в 4 часа, дома я в 4.40 вставал. И приводил порядок. И в день я молился примерно 4-5 раз. По часу полтора молитва. За два дня псалтыр просчитывается, тысячи поклонов. И светится. Старались даже не курить преступники. Вот так. А как Господь? Это не мои заслуги. Моего ничего там нету. Это благодать Божия. Вот сейчас книги-то издают. К истинному православию. У вас какая-то есть хоть одна книга моя? У меня трехтонник нового завета. Толкование Феофилакта Болгарского и вашими комментариями. Да. Вот который дальше полностью Новый Завет. Которое откровение, толкование. Это по всем святым отцам отец Геннадий Фаст выбрал. У Феофилакта этого нет. Это не его. Это впервые в мировой истории вышли. Да притом еще с такими иллюстрациями. Это мы же сами раскрасили. 230 и 10 фотографий, которые классика. На то, что я говорю, 319 комментариев даю. Комментарии, они буквально по стойке смирно ставят человека. Я некоторые ваши комментарии оттуда беру и распространяю на своих ресурсах. Да, пожалуйста, пожалуйста. Это все пережитое. Не просто так. Я встал, да бы сказал где-то. Вот я разговариваю, которые сидели много. Глеб Якунин, Дмитрий Дудков, Зоя Крахмальникова, Александр там. Ну, я говорю, которые. Этого не было. Ну, сидит и сидит. А я только обхожу уже вечером вся камера подпочиненная. Считают Евангелие. На 75 человек, а камера на 25 рассчитанная. 75. Найти. Нашли три, которые не курят. Тщательно вымыть руки. Они читают Евангелие. Я рассказываю. Растолковываю. Почему? А я знаю толкование. Дверь открывается, охранники стоят. Люди даже не верят в это. Охранники. Я говорю, до двух этажа еще. Начальник тюрьмы, полковник, он меня вызывает очень часто. И у него так только обращают. А родной мой, ты мне скажи, вот как? А ты опять родной мой. И умер по-христиански. Следователь принял троекратное полное погружение, обратился. Почему? Бог. Господь. Когда Григорий Ефимович Распутин собирался в город уехать, ему сказали, ты развратишься там. Он говорит, а Бог? Бог. Он следит за мною. Он не допустит. Я ему дорог. Он меня искупил кровью своей. Вот так что давай, Иван. Держись крепко за Христа. Никуда, никого не слушай. Люди, что-то где-то как-то. Гляди в Евангелие. По слову Божию будет суд. 12.48 Евангелия Тиана. Слово, которое я говорил, я с большой буквы, оно будет судить вас в последний день. И потом все остальное у меня оказалось на том берегу. Что я толку знаю? Это египетские, говорит, правила. Это единственное в мире учение, которое для всего мира дано. И подчиняет себе. Я беседую, допустим, тут сейчас рулетки, тут много мусульман. Я не просто так, я показываю им книгу. Вот она книга. Я отвечаю, что написано, а они ее не знают. Я учил его специально беседовать, а потом понял, что это не надо. Им я только, ну, пять мест Библии говорю, а у них только пятая сура, аль-майда называется, трапеза. 68-й аят. Всевышний дал нам таурет, в скобочках, Тора, пятикнижа Моисея, и изжил, в скобочках, Евангелие. По нему и поступайте, не обманывайте людей. Во как там сказано. Все, остальное мне не надо. А дальше я им это говорю только по Евангелию. Он говорит, вот видите, ваш Иисус, я говорю, Иисус это другой персонаж, между ними 2200 лет. Они ничего не знают. Совершенно. Ну, тоже сколько оттуда. И у нас есть, которые крещение приняли. Мусульмане. Это Господь делает. И при том, они просто так. Вот у меня, вы духовный, мой отец, я не напрашиваюсь никому. Но я через вас обратился. Ну, обратился, да обратился. А теперь покажи плоды, свидетельствуй. Я сейчас только говорил, сколько у нас учителей, где день дню передает речь, и ночь ночи знания. Вот ты все, и днем, и ночью космический полок с нами. И как жених пробежать поприще, солнце встает. Ну, сравнения какие. Поэтому нужно слово Божие из рук не выпускать. Оно будет судить нас, оно нас гладит. В премудрости Соломона описано, что Бог никого не любит, а только живущего премудра. Вот и все. А то Бог грешников любит. Он ненавидит грешников. Кающего все грешника любят. А сектанты этого не понимают. А кого он потопил в море огня? Кто потоп на кого нашел? Земля расслилась. Не о земле речь идет, говорит Златоус. А человек превратился в землю расхлюпанный. Из праха и в прах. У меня столько противников. Вот на этой неделе, на прошлой, я не знаю сколько, ну, примерно шесть роликов разных. Разные люди поставили против меня. Из моих ресурсов там вырезки делают и все. Это означает велика ваша награда. Понимаешь, как это радостно. Радуйтесь и веселитесь, Господь говорит. Когда принесут имя ваше, как неугодное. Это радость, это награда. А не то, что там накажи их или что-то. Откроем истину, Господи. Надо жить теми словами, которые Господь нам дает. Вот с этим мандатом мы явимся перед Ним. Ну, вот так. Спаси Христос. Я вот тут об апостоле Павле стихотворение посылал. Я вам послал, нет? Да, вселенский учитель апостолы старца. Да, 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 да. Видишь, как? Да, прочитал, Спаси Христос. Да. Ну, вот такое дело. Так, еще что-то? Есть вопросы? Пока нет. Все, отходим. Так, у меня вечером тут много занятий еще, да. Вы, кажется, когда-то говорили, по сколько раз вам можно звонить в неделю, по два? Ну, по два можешь, по два. Обычно-то один раз, но срочное будет. Можете позвонить по указанному времени. Я же вам скинул, когда, с четырех ночи до четырех дней по Москве. Все, отошел, Иван. Благодарю. С Богом. Храни тебя, Господь. Мы каждый день о тебе молимся.